Сергей Есенин, Анна Снегина Село, значит, наше Радово, Дворов почитай два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богатым лесом и водью Есть пастбище, есть поля, И по всему угодью Рассажены тополя. Мы в важные очень не лезем, Но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, У каждого сад и гумно, У каждого крашены ставни, По праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник Любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, Но грозный судья, старшина, Всегда прибавлял к оброку По мере муки и пшена. И чтоб избежать напасти, Излишек нам был бестигод. Раз власти, на то они власти, А мы лишь простой народ. Но люди все грешные души, У многих глаза, что клыки. С соседней деревни креуши Косились на нас мужики. Житье у них было плохое, Почти вся деревня вскачь пахала Одной сахою На паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, Была б душа жива, Украдкой они рубили Из нашего леса дрова. Однажды мы их застали, Они в топоры, мы тоже. От звона из крежета стали, По телу катилась дрожь. В скандале убийством пахнет, И в нашу, и в их вину Вдруг кто-то из них как ахнет, И сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке Мы делу условили ширь, Судили, забили в колодки, И десять услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа, Почти что три года к ряду У нас то падешь, то пожар. Такие печальные вести Возница мне пел весь путь. Я в Радовские предместия Ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела, За чей-то чужой интерес Стрелял я в мне близкое тело, И грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка, В тылу же купцы да знать, И, твердо простившись с пушками, Решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, Купил себе липу, И вот с такой-то подготовкой Я встретил семнадцатый год. Свобода взметнулась неистово, И в розово-смрадном огне Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, И в ту же сермяжную рать Прохвосты и дармоеды Сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу, Под грохот и рев мортир, Другую явил я отвагу, Был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, Приятная, хладная звень, Луна золотою порошею Осыпала даль деревень. — Ну вот оно, наше радово, — Промолвил возница. — Здесь недаром я лошади вкладывал, За норов ее и спесь. — Позволь, гражданин, на чаишко. Вам к мельнику надо? — Так вон. Я требую с вас без излишка За дальний такой прогон. — Даю сороковку. — Мало. — Даю еще двадцать. — Нет, такой отвратительный малый, А малому тридцать лет. Да что ж, ты имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь? И мне отвечает туша, Сегодня плохая рожь. Давайте еще незвонких десяток Или штучек шесть. Я выпью в шинке самогонки За ваше здоровье и честь. И вот я на мельнице, Ельник осыпан свечми светляков. От радости старый мельник Не может сказать двух слов. Голубчик, да ты ли, Сергуха, Озябчай, поди, продрог. Доставь ты скорее, старуха, На стол самовар и пирог. В апреле прозябнуть трудно, Особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудный, Как дружья улыбка в лице. Объятия мельника крутые, От них заревет и медведь. Но все же в плохие минуты Приятно друзей иметь. Откуда? Надолго ли? На год. Ну, значит, дружище, гуляй, Сим летом грибов и ягод У нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, да черта, Сама так под порох и прет. Подумай ведь только, Четвертый тебя не видали мы год. Беседа окончена. Чинно мы выпили весь самовар, По-старому с шубой овчинной. Иду я на свой сеновал, Иду я разросшимся садом. Лицо задевает сирень, Так мил моим вспыхнувшим взглядом Состарившийся плетень. Когда-то у той калитки Мне было шестнадцать лет, И девушка в белой накидке Сказала мне ласково, Нет, далекие, милые были, Тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, Но мало любили нас. Ну что же, вставай, Сергуша, Еще и заря не текла, Старуха за милую душу Оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду К помещице Снегиной. Ей вчера настрелял я к обеду Прекраснейших дупелей. Привет тебе, жизни, Деница. Встаю, одеваюсь, иду, Дымком отдает росиница На яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна земля, И на ней человек. И сколько с войной Несчастных уродов Теперь и коллег, И сколько зарыто в ямах, И сколько зароет еще, И чувствую в скулах упрямых Жестокую судорогу щек. Нет, нет, не пойду навеки За то, что какая-то мразь Бросает солдату калеки Питак или гривенник в грязь. Ну, доброе утро, старуха, Ты что-то немного сдала, И слышу сквозь кашель глухо, Дела долели, дела. У нас здесь теперь неспокойно, Испариной все зацвело, Сплошные мужицкие войны Дерутся селом на село. Сама я своими ушами слыхала От прихожан, То радовцев бьют креушане, То радовцы бьют креушан, А все это значит безвластье Прогнали царя. Так вот, посыпались все напасти На наш неразумный народ, Открыли зачем-то остроги, Злодеев пустили лихих, Теперь на большой дороге покою Не знай от них. Вот тоже, допустим, скреуши, Их нужно б в тюрьму за тюрьмой, Они ж воровские души Вернулись опять домой. У них там есть прон, оглоблен, Булдыжник, драчун, грубиян, Он вечно на всех озлоблен, С утра по неделям пьян, И нагло в третьем годе, Когда объявили войну При всем честном народе, Убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало Творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала, Погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ Возницы, И, взяв свою шляпу и трость, Пошел мужикам поклониться, Как старый знакомый и гость. Иду голубой дорожкой, И вижу, навстречу мне несется Мой мельник на дрожках По рыхлой еще целине. Сергуха, за милую душу, Постой, я тебе расскажу, Сейчас дай поправить вожжу, Потом и тебя, главушу. Чего ж ты мне утром ни слова? Я с Негиным так и бряк, Приехал ко мне, мол, веселый, Один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, Я знаю их десять лет. А дочь их замужняя Анна Спросила, не тот ли поэт? Ну да, говорю, он самый блондин. Ну, конечно, блондин, С кудрявыми волосами. Забавный такой господин. Когда он приехал? Недавно. Ах, мамочка, это он, Ты знаешь, он был забавно Когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, А нынче, подишь ты, Вот, писатель, известная шишка, Без просьбы уж к нам не придет. И мельник, как будто с победы, Лукаво прищурил глаза. Ну ладно, прощай до обеда, Другое сдержу про запас. Я шел по дороге в креушу, И тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, Ничто не смутило меня. Струились запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой Завесть хорошо роман. Ну вот и креуша, Три года незрел я знакомых крыш, Сиреневая погода Сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая, Здесь нечего видности речь, У каждого хата гнилая, А в хате ухват и да печь. Гляжу на крыльце у прона, Горластый мужицкий галдеж, Толкуют о новых законах, О ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! Эй, охотник! Здорово, здорово! Садись! Послышь-ка ты, беззаботник Про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чавит знаком. Недаром ядрит твой вдышло, Воспитан ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим, Ты с войской, мужицкой, наш. Бахвалишься славой не очень И сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным, Себя вынимал наиспод. Скажи, отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, Еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте Мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой Смотрел мне в лицо и в глаза. А я, отягченный думой, Не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступеней, Но помню под звон головы. Скажи, кто такое Ленин? Я тихо ответил. Он, вы. На корточках ползали слухи, Судили, решали, шепча. И я, от моей старухи, Достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, Я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги Меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, Бросало то в холод, то в жар, И в этом проклятом припадке Четыре дня пролежал. Мой мельник с ума, знать, спятил, Поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье, До чей-то превздернутый нос. Потом, когда стало легче, Когда прекратилась трясь, На пятые сутки под вечер Простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только поло Коснулся дрожащей ногой, Услышал я голос веселый, А, здравствуйте, мой дорогой, Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет Я важная дама стала, А вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка, Какой вы теперь не такой. Я даже вздохнула украдкой, Коснувшись до вас рукой, Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила Сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, И вы угодили в прицел. Меня же про это заставил Забыть молодой офицер. Я слушал ее, И невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать, довольно, Найдемте другой язык. Но почему-то, не знаю, Смущенно сказал, не в попад. Да, да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи. Про Кабацкую Русь, Отделано четко и строго, По чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, Что пьяные ваши дебоши Известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось? Не знаю. Кому ж знать? Наверное, в осеннюю сырость Меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите? Нет. Тогда еще более странно Губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога. Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал Перчатки ее. Шаль. Луна хохотала, как клоун. И в сердце, хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете С загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас.